На Псалом 115 Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Упоминая об этом изречении, блаженный Павел и говорит, имея тот же дух веры по написанному, веровал, потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. 2 Коринфянам 4.13 Итак, необходимо прежде сказать, как апостол воспользовался этими словами и о чем у него была речь. Тогда будет ясно для нас и пророческое изречение. А с другой стороны, то учение самое лучшее, в котором не прерывают связи речи, не берут одну часть и не останавливаются на ней, но предлагают объяснение с самого начала. О чем же беседы Павел упомянул об этом пророческом изречении? О воскресении и наслаждении будущими благами, которое превосходит всякое слово, ум и представление. Так как все это выше всякого слова и не может быть объяснено, но должно быть принимаемо верою, то чтобы иудей не смущался и не считал себя обманутым, как бы питаемый пустыми надеждами, апостол исправляет его неразумие и как бы так говорит. Я требую не нового чего-нибудь, а древнего блага, веры. Так говорит Павел. А пророк, намереваясь предсказать о некоторых благах, ожидающих иудеев в настоящей жизни и выходящих из ряда дел человеческих, и желая, чтобы никто не оставался неверующим, начинает псалом так. Веровал, потому говорил. Когда Иерусалим пал, храм обратился в развалин, и все иудеи, плененные и связанные, были отведены в чужую страну, а иноплеменники заняли их землю вместо них и получили повеление насаждать виноград, строить домы и заключать браки, тогда все это повергло иудеев в отчаяние. И они рассуждали сами с собой так. Если мы, имея город, оружие, башни, множество имущества, храм, жертвенник, богослужения, обряды и все прочее общественное устройство, были преданы, сделаны пленниками и отведены в рабство, то теперь, находясь в чужой стране и лишившись всего, обезоруженные и обращенные в рабов, как мы можем возвратить свое отечество? Так как многие из более слабых, рассуждая таким образом, смущались, беспокоились и не внимали пророкам, предсказывавшим возвращение, то псалмопевец и сказал эти слова, внушая всем, что нужно веровать глаголам Божиим. Другие пророки говорили иначе, как, например, Исайя. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. И еще, посмотрите на врама отца вашего и на сару, породившую вас, ибо я произвел его, я призвал его, я светил и размножил его». Исайя 51.1 Смысл этих слов следующий. «Аврам не был ли иноплеменником бездетным и престарелым? Не имел ли жену и по возрасту, и по природе, не способную к деторождению? Не было ли состояния его во всех отношениях безнадежным? Что же, от него одного бездетного престарелого не наполнил ли я всю вселенную? Почему же вы смущаетесь? Если я мог от одного наполнить вселенную, то тем более от вас немногих наполни Иерусалим. Потому и говорит пророк, посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, называя так Авраама, и в долину рва, из которой вы извлечены, называя так Сарру, как глубина рва сама по себе не имеет воды, но получает ее от верхних дождей, так и Сара, не имевшая сама по себе способности деторождения, получила эту способность свыше. И как камень никогда не приносит плода, так Авраам не был к тому способен. Но я произвел вас из него, и от одного наполнил такие страны. Потому и из Икииля Бог выводит в поле, показывая ему кучу костей, оживляет их, пророчествует, и указывая на кости, говорит, если я могу воскрешать мертвых, то тем более вас, живых, возвести. Так говорили другие пророки. А этот так веровал, потому говорил. То есть нужно веровать обетованиям, так как и я, рассуждая об этом, представляя это и принимая верою, рассеял всякое сомнение. Павел говорит, что и по отношению к нашим чувственным и видимым благам нужна вера. Если же она нужна по отношению к чувственным, то тем более к духовным. Если для принятия того, что они возвратят свой город, иудеям нужна была вера, то тем более нам, ожидающим небо, когда совершается что-нибудь великое, превосходящее ум и превышающее разум, тогда должно руководствоваться верою, а не исследовать дело обыкновенным порядком человеческим, потому что чудные дела Божии выше всего этого. Потому мы должны, обуздывая свои помыслы, обращаться к вере и таким образом прославлять Бога. Кто старается своими мыслями исследовать дела Его, тот не прославляет Его, желая подчинить уничиженному своему разуму неизреченные дела Его домостроительства. Вот почему и Павел, повествуя об Аврааме, который не поступал так, но удержав свои помыслы, взирал на силу обещавшего и показывая, что этим он особенно прославил Бога, и говорит, «И не поколебался в обетовании Божьем, не усомнился неверием, зная, что Бог может сделать и силен, и сотворит». Что же значит «Имея тот же дух веры, по-написанному веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Здесь апостол открывает нам великое таинство. Какое? То, что ветхие и новые заветы происходят от одного и того же духа, что один и тот же дух, глаголовший в первом, глагол и в последнем, что вера есть наставница всех, и без нее ты не можешь сказать ничего. И мы, говорит, веруем, потому и говорим. Если отвергнешь веру, то невозможно и уста открыть. А для чего он не сказал, имея ту же веру, но тот же дух веры? Для того, чтобы объяснить излагаемый предмет и показать, что нужно руководство духа для восшествия на высоту веры и облегчения слабости разума, потому и в другом месте он говорит так. Первое послание к Каринтинам, 12,7. «Каждому дал духа на пользу». Одному духом дается слово премудрости, другому слово разума, иному вера, иному дары исцелений. Но, может быть, кто-нибудь скажет и справедливо, что он говорит о другой вере, посредством которой совершались чудеса. И я знаю, что и на это вера, о которой апостолы говорили, покажи нам. И на этап, о которой все мы называемся верными, не совершая чудес, а имея познание благочестия, апостолы говорили, умножь в нас веру, но и здесь нужна помощь духа. Так Лука о некоторой жене пишет, что Господь отверг сердце внимать глаголом Павловым. И Христос говорит, «Никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец». Если же это дело Божие, то грешат ли неверующие, когда ни дух не помогает им, ни Отец не влечет, ни сын не руководит? «Я себе самому» он говорит, «Я есть путь», выражая, что для приведения к Отцу нужно его руководство. Итак, если Отец влечет, сын руководит, дух просвещает, то грешат ли те, которые не привлечены, не руководимы, не просвещены? Грешат, потому что они сами не оказали себя достойными этого просвещения. Так, посмотри, случилось с Корнилем. Он не сам собой достиг этого, но Бог призвал его, потому что он сам предварительно сделал себя достойным того. Поэтому и Павел, беседуя о вере, и говорит, «И сие не от вас, Божий дар», Ефесянам 2.8, «Бог не оставляет и тебя без добрых дел, хотя от Него зависит привлекать и руководить, но он ищет благо покорной души и тогда оказывает свое содействие». Вот почему и Павел в другом месте говорит, «Призванным по его изволению в самом деле добродетель и спасение наше бывает не по принуждению, хотя большая часть и почти все зависит от Бога, но он предоставил нечто малое и нам, чтобы назначение венцов сообразовалось с личным достоинством каждого. Потому и Павел сказал, «Имеет тот же дух веры», то есть глаголов, что и в Ветхом Завете присовкупил, и мы веруем, потому и говорим. Здесь вера нужна гораздо больше, нежели там, как по существу обетований, невидимых и духовных, так и по порядку времени, потому что наши награды не настоящая жизнь, а в будущем. Далее, и касательно настоящих благ нужна вера, потому что и духовные дары при самом даровании требуют веры, как, например, сообщение таинств, дар крещения, так сила этих благ превосходит всякое слово. Если же касательно предметов вещественных и чувственных нужна была вера, то тем более она нужна здесь. Впрочем, апостольское изречение достаточно объяснено. Время перейти к пророческому пророчеству и сказать, что говорит блаженный Давид. Что же, говорит он, я веровал, потому говорил. Хотя он еще не сказал ничего, но выражает то, что уже сказано было в мыслях его. Что же было сказано? Размыслив, говорит, о несчастье и плачевном состоянии иудеев, о совершенном опустошении и конечной погибели, я не усомнился в перемене к лучшему, но надеялся на нее, возвещал о ней и говорил. И в предыдущих псалмах я много говорил о ней, но говорил и возвещал по внушению веры. 347. Другой же, не столько научившийся вере, посмотри, как хромает и смущается. Сам Давид в другом псалме, но не о себе самом, а о страданиях людей, колеблющихся, говорит так, как благ Бог к Израилю к чистым сердцам, а я, едва не поскользнулись ноги мои, едва не пошатнулись стопы мои. Я позавидовал безумным. Разные не ноги и стопы, но помыслы хромающие. Присовокупляет и причину следующую – позавидовал безумным, то есть в виде иноплеменников, благоденствующими, а иудеев униженными. О каком же роде колебаний, говорит он? И я сказал, так не напрасно ли я ощущал сердце моего и омывал в невинности руки мои. Говорит и о том, что побудило его сказать это. Эти грешники, они радуются в этой жизни, умножают богатство. Потом смотри, как опять обращается к себе самому. Если бы я, говорит, стал рассуждать так, то я был бы повинен пред родом сынов твоих. Я это не разумел до тех пор, пока не вошел в освятилище Божие. Смысл слов его следующий. Я утомился. Я изнемог в помыслах, потому что таковы помыслы. Потом рассудил, что я делаю трудное дело, потому что ища таким образом, я не буду в состоянии ничего узнать ясно, пока не возвращусь в Отечество. Видишь ли, какое зло предоставлять предметы веры рассуждению, а не вере. Если бы такой человек был тверд в вере, то он не сказал бы этого, не смутился бы, не поколебался бы, не подвернулись бы ноги его и не уклонились бы стопы его. Но не так было с пророком. Став на камни, он не смущался и не колебался. Но в виде иудеев в таком жалком состоянии, а иноплеменников в противоположном, он громким голосом и с полным убеждением возвещал о возвращении, часто и во многих псалмах, и был твердо уверен в этом, стирая не на силу иноплеменников и не на слабость иудеев, а на силу обещавшего Бога. Потому и говорит, я веровал потому и говорил. Я сказал в опрометчивости своей всякий человек ложь. Я сильно сокрушен. Здесь опять открывается его светлая вера, потому что и великое несчастье не повергло его в отчаяние. Такова вера. Она есть некоторый священный якорь, который со всех сторон укрепляет имеющую ее душу. Она тогда особенно и обнаруживается, когда среди затруднительных обстоятельств убеждает имеющего ее питать благие надежды, прекращая смятение помыслов. Это выражает пророк словами «Я сильно сокрушен, огорчен был, но не отчаялся, не пал духом». Потом объясняет, что он не просто был огорчен, но весьма сильно и прибавляет. Я сказал в опрометчивости моей «Всякий человек ложь». Что значит в опрометчивости моей? «При избытке несчастья, при великости бедствий». Нас постигло, говорит, столь великое множество, что привело в иступление и смущение. Я сказал в опрометчивости. Здесь называют «притупление чувств, происходящее от страданий». Так, когда говорится об Адаме, что Бог навел на него иступление, то выражается состояние некоторой нечувствительности. Иступление называется то состояние, когда человек бывает вне себя, а наведено было тогда иступление на Адама для того, чтобы он не чувствовал взятия из него ребра и не страдал при этом. Таким образом, Бог, желая отклонить от него чувство боли, чтобы он не стал ненавидеть происшедшее от него, как пострадавшее от этого, навел на него сон, иступление. И в другом месте, говорит, напал на них ужас в Иоанне 10.10. Здесь также выражается некоторое изумление и нахождение вне себя. И везде слово иступление означает это. Такое состояние бывает или по действию Божию, или вследствие чрезвычайных страданий, потому что и несчастье может производить иступление и смущение. Таким образом, пророк говорит здесь об иступлении от великих бедствий, постигших его. Но что значит всякий человек лжив? Уже ли нет ни одного праведного? А как же об Евове написано «Вот человек верный, истинный, праведный, богобоязненный?» Что скажем мы о пророках? Если они лживы и сказаны ими ложно, то все погибло. Что скажем об Аврааме? Что о всех праведниках? Видишь ли, как худо принимать изречение писания буквально, а не проникать в смысл их? Что же значит всякий человек лжив? То, что говорит он и в другом месте. Человек уподобился суете. Или что говорит другой пророк в словах «всякая плоть, как трава, и вся слава человеческая, как свет на траве». То есть вещь самая маловажная, скоро приходящая, подобная тени, сновидения, или какому-нибудь призраку. 349 «Дабы ты убедился, что я говорю это непросто для одного сравнения, то другой переводчик и сказал лживость, а третий лжет». Это последнее выражение весьма отличается от первых. Ложь есть порог души, а быть недостаточным, скоро приходящим, изменяемым, подобным сновидению, свету и тени, несовершенство природы. Здесь сказано то же, что говорится в словах «Я есть земля и пепел». И еще «Что гордится земля и пепел» Серахов 10.9 «Или что сказал тот же пророк «Что есть человек, что ты помнишь его» Салом 8.5 «Во всех этих местах выражается тленность и ничтожество природы». Так мы говорим о жатве. Жатва обманула, то есть не оправдала надежду. Или говорим «Год обманул», выражая то же самое. Так как особенно в несчастье мы обыкновенно так любомудрствуем и рассуждаем о слабости природы, что и пророк томимый скорбью, взирая на природу человека достойной сожаления, обнаруживающий во всем свою тленность и ничтожество, сказал, что «Всякий человек лжив», то есть человек ничто. И в другом месте он сказал «Подобно призраку ходит человек, что воздам Господи за все благодеяния его ко мне. Смотри, как он показывает величие благодеяния не только тем, что сделано, но и тем, кому оно сделано», выражая другими словами ту же мысль, какую сказал в псалме. Как там сказал «Что есть человек, что ты помнишь его, есть он человеческий, что ты посещаешь его». Так и здесь. Благодеяние является вдвойне важным, когда оно и по существу своему велико, и оказывается благодеяние и милость. Чтобы выразить это, он и говорит «Что воздам Господу?» объясняет, что Бог удостоил такого дара человека, который есть ложь, существо тленное и ничтожное, за все благодеяния его ко мне. Благодарной душе свойственно заботиться искать, чем бы воздать благодетелю за полученное от него благодеяние и, сделав со своей стороны все, считать себя не сделавшей ничего достойного. Упомянув сначала воздаяние, он далее обещает принести это воздаяние и выражает двойную благодарность и принесением того, что мог, и изъявлением того, что принесший это, он не принес ничего достойного. Что же он намеревается воздать Богу? Послушай. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Те, которые принимают эти слова в переносном смысле, утверждают, что здесь говорится об общении в Таинствах. Но мы, держась исторического их значения, полагаем, что здесь говорится о возлиянии жертвоприношениях и благодарственных песнопениях. В Ветхом Завете были различные жертвы. Так была жертва хваления, о грехах всесожжения, о спасении, жертвы мира и многие другие. Таким образом, смысл слов его следующий. Я не имею ничего достойного принести, но что имею, то и приношу. Я принесу Богу жертву благодарности и буду воспоминать о дарованном от Него мне спасении. Обеты мои воздам Господу перед всем народом его. Обеты называют здесь обещания, обеты. Во время бедствия мы прибегаем к Богу и Он признавал должником его, обещая ему принести эти жертвы, если избавиться от бедствий. Так как, говорит, несчастье прекратилось, то я совершу обеты свои перед Господом, перед всеми людьми его. Дорога в очах Господних смерть святых его. Другой переводчик говорит драгоценно. Какая здесь связь речи? Какое отношение имеет эти слова к предыдущим? Кто рассмотрит внимательно, тот найдет между ними тесную связь, сказав, что я воздам Господу за все благодеяния его ко мне. Показав благодеяния его, пророк говорит, что Бог печется не только о жизни, но и о смерти праведных, и не только о смерти, происходящей по естественному закону, но и обывающей часто по особой воле его. Не слышишь ли слов Павла? Он говорит, а я желал бы выйти из плоти, но для важнее, и я твердо знаю, что останусь и пребуду с вами. Впрочем, удивительно ли, что со смертью их бывает так, если рождение некоторых из них было не по закону природы, например, Исаака, Самуила, потому апостолы называют их не чадами плоти, но чадами обетования. Так и Моисей умер не просто, но по особенному определению Божию, как Иоанн Креститель по его попущению. Хотя смерть лудницы, но при всем там она была честна, подлинно, смерть его была честна, потому что он лишился жизни за истину, и так честна, что сам убийца боялся его, а что он действительно боялся, об этом послушай, как свидетельствует евангелист, говоря о Бироде. И говорил Иерат, что Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому делаются чудеса им. Посмотри, как честна была и смерть Авеля. Где Авель, брат твой, сказал Господь, голос в крови брата твое вопьет ко мне. 351. Посмотри на Лазаре, как он после смерти был несен ангелами. Посмотри, как и гроба мучеников стекаются целые города и народы, пламенеющие любовью. В таком смысле он говорит, что Бог имеет великое попечение, великое промышление и о смерти праведных. Они умирают не просто и не случайно, а тогда, когда он попускает по своему устроению. Потому пророк, желая выразить это, и сказал пред Господом, о Господи, я раб твой, я раб твой и сын рабы твоей, ты разрешил узы мои. Говорит не об общем для всех рабстве, но о происходящем от великого расположения и преданности, пламенея любовью, которой есть величайший венец светлейшей всякой диадемы. Потому и Бог поставляет это великую похвалу, когда говорит Моисей, раб мой, скончался, и сын рабыни твоей, то есть издревле, от предков мы посвящены на служение тебе. Это и Павел меняет великую честь Тимофею, вспоминая и говорит, о нелицемерной любере твоей, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Ты знаешь священное писание из детства и в другом месте о себе говорит. Евреи от евреев и еще они евреи и я, израильтяне и я, так как имели некоторые преимущества перед фразелитами, те, которые были израильтянами из древле от предков. Вот почему и пророк говорит, и сын рабы твоей разрешил узы мои. Не сказал ослабил, но разрешил, выражаясь, что они сделались недействительными. Узами называют скорби, искушения, опасности. Есть узы добрые, в которых лучше быть заключенным, как, например, те, о которых говорится в союзе мира, и которые есть в союз совершенства, колоссиам 3.14. Но есть узы и противоположные, как, например, те, о которых говорится пленники своих грехов. Каждый заблуждается. Притча 5.22. На это указывает и Христос, когда говорит сию черь Аврааму, связанную так с сатаною, не надлежало ли развязать? Исаия говорит о Христе и дал себя в завет народам, находящимся в узах. Эти-то узы Бог растерзал, а не разрешил. Первое больше последнего. Впрочем, не погрешит и тот, кто захочет принимать эти слова в переносном смысле. Разумеет здесь узы грехов из всего ветхого человека. Есть еще прекрасные узы, которые всегда носил Павел, как он сам говорит. Павел узник Иисуса Христа. И еще о нем же связан есть узами. Тебе принесу жертву хвалы. Смотри, как он выше и ниже везде приносит это воздаяние Богу. Выше он говорит, чашу спасения приму имя Господне призову. И здесь тебе принесу жертву хвалы, то есть буду благодарить, буду воспевать, и имя Господне призову. Видишь ли, какова его жертва хвалы. Обеты мы воздам Господу перед всем народом. Во дворах дома Господне посреди тебя Иерусалим. Аллилуйя. Это делает он не из желания показать себя нищеславия, но желая во всех возбудить собственную ревность и сделать их общниками благодарности. Так поступают все святые, призывая к общему хвалению не только людей, но и самую тварь всю, когда они получают какое-нибудь благодеяние. Действительно ничто так не угодно Богу, как то, чтобы быть благодарным Ему, не только в счастье, но и в несчастье. Это особенно и есть жертва, это величайшее приношение. Так прославился Иов, так Павел, так Иаков, так каждый из праведников, воздавая признательность и благодарность Богу, особенно в трудных обстоятельствах. Так будем поступать и мы, будем всегда благодарными, чтобы получить вечные блага, которых робимся все мы благодатью и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пресна и во веки веков. Аминь.